Приветствую вас, Аноним. Конечно, помочь вам мы можем, только для психолога, наверное, требуется несколько больше информации, чем то, что вы предоставили. Потому что, вот если прочитать ваш вопрос, то вы пишете, выступаю в должность регионального управляющего, до этого была компания тренером по продажам, то есть по сути вас повышала. Профессора вроде бы понятен, но есть внутренний страх, что не сделаю результат. То есть, здесь у вас идет сверхмотивация. То есть, вот, чисто внешне, да, чисто внешне, это выглядит именно как сверхмотивация. Типа, я буду, я чересчур, точнее, заинтересована в том, чтобы сделать работу свою. А меня это, вот, чересчур сильно волнует. Надо бы, теперь, вот, только понять, чем вас от так силы волнует, что такого важного в работе. Для вас есть, что вы чувствуете такую вот сверхмотивацию. Что вы чувствуете вот такую сверхмотивированность делать, ну, что-то. Это очень важный момент, потому что, ну, по сути, да, это напрямую влияет на то, как вы, ну, как вы себя ведете в отношении. Вот. Так, все это нужно разобраться. Идея сверхмотивация, сверхмотивация очень важна. Очень важна идея сверхмотивации. Именно она вам мешает. Вот. Почему происходит сверхмотивация, почему она, почему получается так? Ответ на этот вопрос, ну, достаточно простой, это связано с тем, что, ну, несколько целей сливаются воедино. Несколько целей вы пытаетесь достичь, ну, одним способом, единым способом. Вот. Это, конечно, у вас не получается, вот, не получается так. И, соответственно, возникает идея сверхмотивации, ну, идея сверхмотивации, как раз. Вот. То есть, ээээ, что здесь, эээ, желательно сделать? Эээ, здесь желательно разгрузить, эээ, здесь желательно именно разгрузить цель, чтобы одна цель соответствовала одному, одной потребности, одному желанию. Чтобы не, чтобы не было перекосов таких. Вот. Вот, собственно, то, что нужно вам сделать. Там уже, ну, понятно, да, там уже, что нужно, нужно смотреть на то, с чего конкретно вы хотите. Вот, нужно смотреть на то, что вам конкретно нужно, нужно смотреть на то, какую конкретно проблему вы хотите решить. Вот. Вот. И, соответственно, ээээ, решать её уже. Вот. Дальше. Вы пишете, эээ, есть неуверенность в себе, но это сомнение нужно смотреть в чём, нет, на мой взгляд, необходимо восторитета жесткости. Ну, авторитет, эээ, действительно, он, эээ, как бы, вырабатывается, нарабатывается, вырабатывается, вот, а жесткость, ну, опять же, жесткость, это, в какой-то степени ваши могут быть сомнения. Вот. То есть, это именно, вот, эээ, ну, сомнения, то есть, когда вы, эээ, сомневаетесь, вот, эээ, вот, в, эээ, ну, в себе, да, когда вы, эээ, сомневаетесь в, ээээ, в чём-то, что касается вас, вот. Поэтому, тут нужно, эээ, смотреть, в чём именно вы сомневаетесь, да, и всё, и что именно, эээ, ну, не позволяет вам быть, эээ, жесткость. Вот. Эээ, вполне может быть, вполне может быть, что жесткость, ну, вообще не ваша. Очень хочу от этого своего избавиться и прокачаться, верить в то, что смогу. Помогите, пожалуйста, что делать, спасибо. Избавляться не от чего не нужно. Эта часть, эээ, вас, вот, эээ, это можно раскрыть, разгрузить, вот. Ну, в какой-то степени то, что вы описываете, вот. Это можно подкорректировать более чем. Вот. И, соответственно, вы сможете просто вести себя более естественно. То есть, можно помочь вам, эээ, быть, быть, действительно более естественным, эээ, в своём поведении. Вот. А вот каким оно будет, ээээ, ваше естественное поведение? Это вопрос, это достаточно серьёзный вопрос, вот. Потому что, вот так, на первый взгляд, эээ, эээ сказать нельзя. Нельзя, нельзя, на первый взгляд, сказать, каким будет, эээ, ваше естественное поведение. Что оно будет из себя представлять. Вот. Ну, постепенно вы, конечно, о нём, эээ, постепенно вы, конечно, его почувствуете. Мне очень мне нравится идея прикончаться, то есть, это, как-то всё, эээ, через силу, как-то всё это, в отрыве от вас, эээ, ну, выглядит, выглядит так, что это, вот, в отрыве от вас, вот, мне не кажется, это хорошей идеей. Вот. Изучить, изучить себя, эээ, исследовать себя, да, можно и нужно, вне всякого, вне всякого сомнения. Это полезно, вот. Ну, в принципе, всё. Вот. То есть, прокачиваться и избавляться от чего-то. Эээ, не кажется мне хорошей идеей для вас. На этом всё. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok